В городском краеведческом музее представлены уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Все они были найдены в результате раскопок на полях сражений Ростовской и Псковской областей в прошлом году. Историческая экспозиция прибыла в Лабытанге с Приуральского района. Первыми посетителями новой выставки стали ученики кадетских классов и журналисты времени местного. Сюжет Ирины Волокитиной. Весь в прекрасном состоянии, прекрасный звук, регистры и изготовленные клавиши очень сохранились, скорее всего, так и стены. Трофейный немецкий аккордеон последним пополнил экспозицию городского музея. И вот только сегодня принесли в дар жители города. Новая выставка посвящена событиям военных лет. В стеклянных витринах представлены предметы, найденные поисковыми экспедициями на полях сражений. Большинство артефактов хорошо сохранились и могут подробно рассказать свою историю. Например, этот комсомольский билет когда-то спас жизнь своему владельцу. Пуля только его оцарапала и не убила молодого солдата. Конечно же, очень интересный экспонат – это привезённая баночка с хлором, которую использовали фашистские солдаты для того, чтобы обеззраживать воду. Ну и, наверное, в противоречии им хозяйственное мыло, которое было изготовлено Ленинградском мыловаренном заводе, тоже изготовлено в 1941 году, которое использовалось уже тоже как антисептик нашими солдатами. Первыми посетителями выставки стали кадеты восьмой школы. Перед началом экскурсии юные патриоты минутой молчания почтили память всех павших на фронтах Великой Отечественной. Главная цель выставки – воспитание патриотизма, любви к родине и уважения к людям, которые завоевали одну на всех нашу общую великую победу. Ребята с интересом рассматривали экспонаты и слушали рассказы сотрудников музея. А затем и сами выступили с ответным словом. Водушевленно читали стихи и исполнили песню от имени наследников победы. И все о той весне увидел я во сне, пришел рассвет и миру улыбнулся, что юга отмела, что верба расстрела, и прадед мой с войны домой вернулся. Я вот представляла перед глазами, как будто я сама это десятилетний человек, и что я бегу к своим, чтобы помочь русским победить фашистов. Я хочу вам сказать, что тут в музее классно, тут есть и всякие раскопки в новом, есть как одет, потом солдат, как он завершал войну. Мне понравились экспонаты, фотоаппарат, бинокль. На выставке представлен весь путь солдата-победителя длиной в 1418 дней. Эти безмолвные свидетели, самые кровопролитные в истории человечества войны, способны рассказать о многом тем, кто захочет узнать их историю. В Лабытнангах экспозиция будет работать до начала июля, затем многие экспонаты отправятся обратно в свой родной приуральский музей. А сотрудникам Лабытнангского предстоит провести исследование и установить историю происхождения тому самого трофейного кардиона, полученного сегодня в подарок. Пока известно только то, что он с 43-го года выпуска и при этом находится в рабочем состоянии. Ирина Волокитина, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».